И, конечно, вот wellness для детей. То есть у меня вот лично я испытывала глубокую благодарность за то, что так быстро откликнулась и компания, и создатели, и сделали детский wellness. И, опять же, вот когда я смотрю в лицо Тору Линдбергу, я знаю, что это человек, с которым считается правительство Швеции, что это человек, известный в мире, профессор педиатрии, с колоссальным жизненным опытом. И он тоже занимается решением общечеловеческой проблемы. Вот смотрите его фразы, что исследования и моя обширная врачебная практика показывают, что рацион большинства детей содержит слишком мало растительной пищи и рыбы и практически не соответствует существующим рекомендациям нутрициологов. То, о чем мы говорили сегодня с вами в самом начале. То есть, все обосновано. И личный опыт Тора Линдберга, он вот позволил по сравнению с общепринятыми нормами дать нашим детям больше составляющих омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Потому что дети растут и развиваются быстро, и у них очень быстро растут нейроны. И вкус, вот вкус добавленный, можно следующий слайд добавлен, в омегу-3 вкус лимона. Детские витаминки сделаны с апельсиновым вкусом. Очень высокое качество, очень высокая степень очистки вот от тех веществ, которые могут сегодня вызвать аллергию у ребенка. То есть, это все было предусмотрено. Мы живем в очень аллергиозированном виде. Вот на сегодняшний день химия синтезировала более 4 миллионов веществ. 180 тысяч из них признано особо токсичными. Поэтому вот эта продукция, она прошла вот как рыбий жир детский и взрослый рыбий жир. Пять ступеней очистки. То есть, от всего лишнего, от всего ненужного, от всего, что может вызвать аллергию. Насчет витамина Е. Витамин Е используется как средство. Здесь входит и натуральный синтетический витамин Е, как средство, предотвращающее окисление, не как источник витамина Е. Как источник он идет у нас в витаминном комплексе. А здесь защита от окисления. Для того, чтобы дети с удовольствием пили этот рыбий жир, что мы часто и наблюдаем. И даже для того, чтобы взрослые, вот мое поколение, которое помнит вот то масло, печень и трески, содержащее витамин Д, а в детском омега-3 у нас нет витамина Д, поскольку это рыбий жир из тушек рыб сделан. И витамин Д дети получают отдельно. Лимончик. Аллергии на лимон вообще практически не бывает. Я помню, как нас учили педиатрии, говорили, даже если у ребенка аллергия на цитрусовый, ему можно давать лимон. Если бывает аллергия на лимон, крайне редко, один случай на миллион, она бывает на белок лимона. Давайте подумаем, как много в лимоне белка. И вот, а здесь у нас добавлено масло лимона. И я сама пробовала, вот детский рыбий жир на хлеб, черный хлеб, очень вкусно. Поэтому если так ребенок или взрослый отказывается, давайте, пожалуйста, на хлеб. И вот для чего нам нужна омега-3? Кому и когда она нужна? Она нужна за два месяца до зачатия, будущем маме и папе, поскольку для половых клеток очень важна омега-3. Но если говорить по большому счету, то важен весь велнос. То есть желательно родителям в репродуктивном возрасте принимать Wellness Life Plus постоянно, поскольку женщина никогда не знает точно, когда же она забеременеет. Но как минимум за два месяца до зачатия. Чтобы половые клетки сформировались правильно у мужчин, либо восстановились у женщин. Весь период беременности нужна омега, потому что начинают формироваться вот с четвертого месяца беременности нервные стволы, которые отвечают за движение, за все рефлексы. А с третьего триместра беременности, с седьмого месяца, у ребенка начинают расти нейроны со скоростью 500 тысяч в минуту, 30 миллионов в час. И вот в норме каждый нейрон и у нас с вами, и у наших детей должен быть одет в оболочку из поля ненасыщенных жирных кислот омега. Тогда по нему информация будет передаваться точно и максимально быстро. А это влияет на все наши высшие функции. Память, внимание, словарный запас, ассоциативное мышление. То есть если мы хотим, чтобы дети наши реализовали таланты, с которыми приходят в этот мир, то вот нужно позаботиться о том, чтобы беременная женщина непременно принимала омегу-3 и непременно пила омегу-3 во время кормления ребенка. И с шести месяцев можно давать уже деткам по две капельки омеги-3, даже если ребенок на грудном вскармливании. Поскольку и дальше идет очень быстрый рост нейронов. И вот детская омега в состав 5 мл входит у нас 700 мг так называемой икозопентоеновой кислоты, из которой выстраивается мембрана всех клеток нашего тела. То есть вот представляете, для того, чтобы все клетки нормально работали, нам нужна икозопентоеновая кислота. А для того, чтобы наша нервная система отлично работала, нам нужна вторая, докозогексоеновая. Вот детская омега, ее тоже 500 мг. И почему вот именно сейчас, именно в 21 веке, важно, чтобы дети весь период роста, и даже когда они становятся студентами и могут пить волноспек, обязательно добавляйте детскую омегу. То есть вот этот дополнительный лакончик, который всегда должен быть у вас, у всех абсолютно в холодильнике стоять. Потому что нагрузка на нервную систему, нагрузка на мозг у детей колоссальная. Объем знаний и информации в мире удваивается каждые 10 лет. То есть наши дети учат гораздо больше, чем мы с вами, не говоря уже о наших внуках. Поэтому вот здесь можно как бы вопрос выбора и для взрослых, и для детей. Кому еще нужна омега-3? Нам всем. Чтобы у нас была прекрасная память, быстрая реакция, чтобы мы быстро и правильно принимали решения, чтобы нам не грозило развитие болезни Альцгеймера, или, как говорила одна бабушка в фильме, «Каким немцем я болею». То есть работает это в любом возрасте. В любом возрасте наше физическое тело способно восстанавливаться максимально до нормы. И очень важное условие – даем ли мы телу все полезные питательные вещества. То есть можно принимать в чистом виде, можно добавлять в еду, можно давать взрослым. Часто меня тоже спрашивают, можно ли взрослым дополнительно детскую омегу. Конечно, можно. Но давайте не забывать о том, что вот в то время, когда у нас не было еще детской омеги, то есть мы получали прекрасные результаты по восстановлению состояния здоровья через время, только получая 300 мг омеги в двух капсулах. То есть здесь постоянство приема гораздо важнее увеличения дозировок. То есть профилактическая дозировка 300 мг, она в принципе полезна и для взрослых, и для детей. И следующий момент. Омега, она еще предотвращает, вот когда мембрана клетки, построенная из омеги, она становится практически нечувствительной к антигенам, то есть к аллергенам. Но для того, чтобы омега встроилась в мембрану клетки, должно пройти время. Поэтому эта продукция, она никак не работает как лекарство. И она не заменяет лекарства. И процесс восстановления здоровья – это прямо противоположный процесс лечению. Поэтому в принципе, вот это та продукция, которую можно принимать всем и при всех состояниях. Но не в качестве лечения болезни, а в качестве восстановления нормальной структуры и функции наших клеток. Вот то, что называется гомеостаз. Можно следующий слайд?